Приветствую вас и вопросы интенсивной близости всегда очень деликатные и личные, поэтому здесь у вас на высокая степень обходительности при обсуждении подобных тем. Вы пишете, что ваш мужчина не хочет вас, и вы пишете, что у вас была интимная близость с ним в первый раз, и для вас это стало первым разом буквально, и это значит, что у мужчины функциональная способность к интенсивной близости есть, но нет желания, если я правильно вас понял. А для того, чтобы убедиться в том, что это так, то есть что мужчина может, но не хочет, попробуйте вспомнить момент вашей интенсивной близости, который у вас был, и, кстати, вот непонятно, был ли он у вас единственным или нет. Значит, вспомните этот момент и прокрутите его в памяти. Было ли все в порядке у вашего мужчины? Испытывал ли он какие-либо проблемы, был ли у него дискомфорт и так далее? Если да, то имеет место быть определенные проблемы. И тут нужно понимать, что мужчине признаться в том, что у него есть проблемы в этом контексте очень сложно. Потому что для него это означает урон по самолюбию, по гордости, по достоинству и так далее. И мужчина будет до конца, до последнего, собственно говоря, выступать за то, отстаивать ту точку зрения, согласно которой у него все в порядке. Если же вы его любите, то вам нужно говорить ему о том, что вам для вашего удовлетворения, для вашего счастья нужен секс. И хотеть его нормально. Если мужчина относится к вашим желаниям попустительски, небрежно, пренебрежительно, то можно и научно говорить о том, что мужчину вы в общество не очень волнуете. Потому что, предположим, у него действительно есть некоторые проблемы. И можно даже предположить, что он эти проблемы как-то старается решить. Но вы-то испытываете естественную физиологическую потребность. И эта физиологическая потребность совершенно нормальна. И если мужчина вроде бы как вас любит и вроде бы как вам не дорожит, но при этом не удовлетворяет ваши потребности, то можно говорить о том, что человек не испытывает к вам столь сильных чувств. В этой ситуации мужчине можно предложить, ну вот, если ты не хочешь секс, то хочу я. И он может и, вообще говоря, должен удовлетворить вас, чтобы вы получили удовольствие. Это нормально, это естественно. Но, вот, его желание или нежелание покажет его к вам отношения. Потому что здесь, на самом деле, все достаточно органично и сосвязано. Если мужчина вас любит, он хочет сделать вас счастливой. Вы будете счастливы, если станете получать, в том числе, и сексуальное удовлетворение. Без этого невозможно быть счастливой полностью. И если мужчина заинтересован в том, чтобы сделать вас счастливой, он будет вас удовлетворять. Ага, причем, причем, здесь мы немножечко оговоримся, что у людей бывают разные темпераменты. Кто-то испытывает все эти темпераменты больше, на самом деле, секс, кто-то меньше. И это нужно понимать. Если у мужчины нет проблем с функциональным аспектом, то это значит, что у него в силу физиологических потребностей отсутствует такое желание. Но так это или нет, нужно проверить. Проверить через, во-первых, ретроспективу вашей первой интимной близости. Во-вторых, это, ну, неналеком его возбуждать, чтобы посмотреть, как у него происходит процесс возбуждения, нормально или нет. Если нормально, то значит, мужчина просто не хочет. Ну, у него вот так устроен организм, такой бывает. Если не нормально, то, соответственно, у него проблемы. И в случае наличных проблем, здесь, пожалуй, можно именно говорить о том, что сказал Игорь Лисучий, мой коллега. А здесь можно говорить о том, что человеку нужно обратиться в врачу. Ну, так или иначе, за помощью. Но нужно понимать, что эта помощь, она пойдет на пользу лишь в том случае, если человек сам хочет себе помочь. То есть для начала нужно вот вопрос поставить именно таким образом. Что вы друг друга любите, вы вроде как встречаетесь, вы хотите быть вместе. Если мужчине секс не нужен, это его право, но вам-то секс не нужен. И просто спросите его, как мы будем решать эту проблему. То есть, вы, вам нужно говорить здесь прямо, я хочу секса, а я хочу секса с тобой. Но я вижу, что ты секса не хочешь. И, соответственно, как мы решим эту проблему, как себе это представить и представлять? У меня есть определенные нужды, я хочу эти нужды удовлетворять. Я хотел бы послушать твое мнение на этот шеф. Как ты видишь в себе это. И в зависимости от того, как мужчина отреагирует, вам уже нужно делать выводы и формировать свое будущее. Если мужчина отреагирует активно, предложите какие-то варианты. Варианты можно обсудить. Если мужчина никак не отреагирует и не придаст этому значения, значит, вы его не волнуете. И в отношениях с ним продолжать не стоит. Еще один важный аспект, который хочется сказать, хочется осветить, заключается в том, что мужчина может быть испытывать некоторые проблемы с вашей привлекательностью для него. То есть, тут нужно вот ненароком, ненавязчиво у человека спросить, а вот какие женщины тебе нравятся, какое поведение тебе нравится, какая женская одежда тебе нравится. Ну, когда на женщине какая одежда, да? По современным меркам, даже безобидные фразы могут понять неправильно, поэтому приходится так снять. И спросить у мужчины вообще, что для него есть сексуально, что для него есть сексуально и так далее. Вполне возможно, что вы его не привлекаете как женщина. Вполне возможно, что мужчине не очень нравится то, что он видит. То есть, тут нужно понимать, что мужчины любят глазами. И если мужчине не нравится то, что он видит, то, соответственно, никакого возбуждения не будет. И здесь уже можно говорить о том, что вам нужно будет себе что-то менять. Возможно, изменять свое поведение, причем поведение как вообще, то есть общее, так и поведение в постели, эти виды поведения придется как-то корректировать. Вам придется в этом случае и при желании быть мужчиной, при желании делать его счастливым, вам придется заменять свой внешний вид, скорее всего. Возможно, немножко обновить гардероб и понять, что, наверное, собственно, мужчина будет беда. Вот это главный момент, что мужчина будет беда, что ему нравится, какие у него предпочтения в сексе. Возможно, он был с вами в постели, понял, что вы ведете себя определенным образом, а ему это поведение просто, ну, не нравится. Такое бывает. И он любит вас, возможно, он хочет быть с вами, вы нравитесь ему как человек, но в поведении в постели чувствует, что вы не подходите друг к другу. А сказать об этом не будет, потому что боится вас обидеть. И это мешает вам, собственно, прийти к взаимопониманию. Чтобы этого момента не было, вам нужно самой, ну, так сказать, ненавязчиво попытаться ему, попытаться донести до него, что вы готовы выслушать его предпочтение, что вы готовы делать то, как он хочет. Может быть, вы его девушка, вы его женщина, и вы, собственно, будете стараться следовать его желаниям. Конечно, сразу мужчина вам не поверится, скорее всего, сразу мужчина вам не откроется, но постепенно, постепенно, если вы будете раз-разно задавать вопрос, если вы будете ненавязчиво пытаться вызвать его предпочтение, то вполне возможно ситуация изменится к лучшему. Далее, вы пишите, что вы нашли у него ссылки на ресурсы. На ресурсы, где, соответственно, есть контент. И вам неприятно, и то, что неприятно, это, в принципе, понятно, нормально, но вам женой не сблизится с мужчиной. Вам нужно понять, что ему нравится. Поэтому одним из вариантов будет хороших вариантов, неожиданных вариантов, будет предложить ему совместный просмотр того контента, который ему нравится. Во-первых, совместный просмотр эротического контента помогает определенным людям вступить в интимные близости друг к другу. Вам-то вам это поможет. Понятно, что мужчине не нравится, возможно, что-то извлечит для себя. А мужчина увидит, что вы хотите быть к нему действительно ближе и будете больше к вам доверять. Понятно, что, если для вас это совсем неприемлемо, то делать этого не стоит. Но, если вы хотите отношения с молодым человеком, если вы хотите быть с ним, то придется это делать. Опять же, так, чтобы вы сами получали удовольствие. То есть, я надеюсь, понятно, что если вы будете смотреть контент, и при этом у вас будет бредливое расстроенное лицо, то никакого удовольствия от этого вы оба не испытаете, и хорошего от этого ничего не будет. Если вы согласитесь на это, то вам нужно быть готовым к тому, чтобы, если не получать удовольствие и не возбуждаться, то хотя бы относиться к этому как к исследованию, к познанию вашему мужчину. Сознание того, что ему нравится. То есть, использовать это как средство. Средство для сближения. Вот, в принципе, и все. Выставлять мужчину и лечиться не имеет смысла. Почему? Потому что, если он не хочет, он не будет этого делать. А можно лишь только усиленно показать ваши желания и просить мужчину, и вы имеете на это полное право, просить мужчину ваше желание удовлетворять. И дать ему понять, что если вы не будете этому делать, то обязательно найдете кто-то другой, кто будет. И тогда уже вы, ну, будете иметь право сделать выбор в пользу того, кто удовлетворяет ваши желания, потому что, в конце концов, это неприемлемое поведение для человека, когда он игнорирует желание своей любви. Для мужчины это неприемлемое поведение. Ну, и для женщины, в принципе, тоже. Но, в данном случае, речь идет про мужчину. Вот так, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.